Милости мир да умножится для вас, и я приветствую всех возлюбленных Господом и тех, кто любит Иисуса Христа и ожидает Его пришествия, как и я. Хочу, чтобы мы с вами все задумались о том, что каждый должен в эти последние дни исполнить его важное-важное слово, когда он сказал «Святое да освящается еще». Поэтому слова, которые говорит Господь, те, которые мы с вами слышим, которые я хочу с вами поделиться, потому что Бог даровал мне откровения, они заставляют нас освящаться еще больше, потому что все мы хотим быть вместе с Ним в Царстве Его. Слава Ему за то, что Он не дает нам с вами успокоиться или заснуть, или стать теплыми. Господь будоражит наши сердца и наши души, и Слово Его направлено на то, чтобы мы с вами были готовы. Готовы в любой момент, в любое мгновение. Слава Ему за это еще многократно. Не могу не возблагодарить и не поделиться тем, что Бог делает в нашей церкви. Маленькая церковь, у нас крестилось больше 14 человек, присоединилась к церкви в этом году. И это огромная милость Божья, и я поражаюсь и удивляюсь тому, как Господь спасает сейчас молодежь. И особо удивляюсь тому, как родители препятствуют своим детям приходить к Богу. Как они сами идут в ад, потому что ненаученные Слову Божьему и не хотят о нем ничего знать, и не научили своих детей. А когда учат церковь, то родители препятствуют своим детям приходить к Богу. Не дают им. Ну что ж, я думаю, что Господь все равно спасет это молодое поколение и ведет его в вечность. Как когда-то ввел молодое поколение израильского народа, когда старики, которые роптали, которые не хотели слушаться Бога, вымерли, а их дети вошли в обетованную землю. Ну что ж, пойдем в Слово Божье. С нашей молодежью мы разбираем сейчас книгу пророка Осии. Книга очень серьезная. Есть над чем задуматься, есть над чем рассуждать. Много откровений получили очень из этой книги. Она очень помогает как раз именно для того, чтобы посмотреть, заглянуть как в зеркало, в свою душу, в свое сердце. На примере израильского народа, который сначала был тепл к Богу, а потом вообще от него отступил. Отступил до такой степени, что стал поклоняться иным богам. Бог очень долго терпел и очень долго ждал, и обращался, и стучал к этому народу. Однако народ не знает Бога. Родились дети, которые вообще не знают Господа. Родители, которые родили этих детей, сами их не научили, точно как в наше время. Точно таким же образом, что родители сами не знают Бога, детей своих не могли научить и не научили. И это происходит в израильском народе, происходило в то самое время. И Господь обращается к народу и начинает с ним судиться, потому что это его народ. Народ отступил от собственного Бога и блудодействует, как говорит Господь, блудодействует с другими богами. И Бог научился народ от других народов поклоняться ихним божествам и ихним истуканам. И Бог судится с народом Своим, обличая его. Не буду затрагивать все вопросы, которые Бог говорит к своему народу в этой книге. Я хочу только поделиться с вами одним интересным очень местом, которое мы сейчас разбирали, и Бог даровал на него очень серьезное откровение. Это пятая глава, десятый стих книги Осия. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Бог обличает народ и указывает ему на то, что он делает этот народ, в чем его вина. И читая книгу Осия, очень много для себя взял, чтобы и самому ни в коем случае не упасть в подобные грехи. Но вот этот стих, на него я очень сильно обратил внимание, потому что Господь через него даровал очень сильное откровение. Откровение заключается в том, что Бог сравнивает как раз именно вожди Иудины, то есть те, кто руководит народом. Это священники, это князья, те, кто должен был научить народ и вести этот народ. Как раз именно они и вводят народ в сторону. И чтобы сказать князьям и священникам их вину, Бог приводит удивительное сравнение. И говорит им, что вожди Иудины стали подобны передвигающим межи. И я сразу же задумался с этим вопросом. Почему Бог приводит такое сравнение, что вина народа приблизительно похожа на то, как бы если бы они передвигали межи. И я, естественно, пошел, конечно же, посмотреть, о чем говорит Слово Божие по поводу тех самых меж, которые нельзя передвигать. Вот, к примеру, Второзаконие, 27 глава, 17 стих. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». «Проклят, нарушающий межи ближнего своего». То есть, нарушить чужую территорию никто не имеет права. И я задумался, почему Господь именно сравнивает вину князей именно с передвижением межи. Что в этом здесь такого для Бога, что именно Он приводит именно этот пример, как попадающих под проклятие. И я стал рассуждать вместе с молодежью, стал рассуждать над этим вопросом. Притча, 23 глава, 10 стих. «Не передвигай межи давний». «Не передвигай межи давний». Также 22 глава, притча, 28 стих. «Не передвигай межи давний». Бог не разрешает передвигать межу. Причем не просто межу, а межу давнюю. И раз Он обвиняет князей, иудяных, и священников в том, что они похожи на тех, кто передвигает межу, значит, в этом есть что-то очень важное. Давайте будем вместе рассуждать. Итак, межа. «Когда Израиль перешел Иордан, вошел в обитованную землю, они получили, каждый получил свою землю. По коленам, по фамилиям, по родам они получили землю. Причем Бог четко распределял землю так, как Он хочет, а Он распределил ее по справедливости. Только по справедливости. По справедливости своей, нечеловеческой. Это значит, что если колено небольшое, оно не может получить много земли. Если колено большое, оно должно получить больше земли, для того, чтобы кто-то не был на больших территориях в малом количестве, а кто-то ютился на малой территории в большом количестве. Поэтому Бог весьма справедлив и настолько заботлив о своем народе. Бог разделил обетованную землю между израильским народом. И дальше выходит закон о том, что никто менять эту межу не имеет права. Почему давнюю? Потому что он имеет в виду, что с первого дня, когда Бог распределил эту межу, распределил эти территории, они закона так и должны оставаться. Мы знаем, что Израилю не разрешается из колена в колено продавать свою территорию, свою землю. Она передается из родства в родство. Выкупается, перепродается, но продолжает идти от родства к родству для того, чтобы каждое колено имело свой удел. Обязательно. Причем колено левее не имеет своего удела на земле, а имеет удел в самом Господе. Это тоже очень важно, но не об этом сейчас. Вот эта межа, которую Бог когда-то распределил, Он предупреждает, что проклят, и не просто нельзя этого делать, Он говорит, проклят, всякий, кто передвинет межу. В чем заключается вот серьезное отношение такое к тому, что нельзя прикасаться к этой меже, передвигать ее нельзя? Оказывается, вопрос заключается в том, что это воля Божья. У Бога есть своя воля. И это Его законное право. Он определяет и распределяет. И если кто-то начинает перераспределять, то получается, он абсолютно не спрашивает у Бога его разрешение или его мнение по этому поводу, а наоборот, еще и провоцирует Бога на то, чтобы показать ему, что твое определение для меня ничто. Хочу, чтобы вы вникли в этот вопрос и могли понять его, потому что, когда мы начали разбирать, Бог даровал величайшее откровение по этому поводу. У Бога есть четкий свой план. У Него есть свое право. И это называется не демократия, а теократия. Вот хочу, чтобы вы себе поняли. Демократия – это когда люди голосуют и принимают свое решение. Когда их закон Божий вообще не интересует. Их интересует большинство. Мы видим, что сегодня делает большинство. Большинство голосует за гендерное равноправие, за то, что мужчины могут изменять пол, за то, что женщины могут быть женщиной, мужчины с мужчинами, детей можно с 3-4 лет уже воспитывать сексуально развращенными. И за это голосует большинство, и это становится и называется теперь демократией. Однако теократия – это то, что Господь создал на этой земле, и должно было оно работать везде и повсеместно. Когда решает Господь, потому что Он сотворил весь этот мир, и лучше знает, по каким законам нам нужно жить и работать. Бог дает закон. И человек должен жить по этому закону. Когда человек живет по закону, тогда у него мир с Богом, мир в сердце и в душе, и у него хорошая благословенная жизнь. Это путь благословения. Путь проклятия. Когда человек отказывается исполнять волю Божию и начинает чинить волю свою. Так вот, как раз в этом и заключается все отношение Бога к человеку в данном случае, когда сами князья и учителя закона нарушают заповедь Господню. Он определяет территорию. Он определяет, где будут приносить ему жертвы. Он определяет, где мы будем ему служить. Он определяет, какую церковь мы с вами будем посещать. Он определяет, все определяет. Все в моей жизни верующего человека, все определяет Господь. И если это так, то я законное дитя Божие. Если же в моей жизни я сам все определяю, то не нужно говорить, что я верующий человек. Я об этом не должен никому говорить. Потому что суть верующего человека заключается в исполнении воли Божьей. Иисус приходит на землю и говорит, ничего не делаю, кроме того, что Господь заповедал делать мне. Он и шага не делает без своего Бога, а исполняет его волю. Это абсолютно в разрез нашей с вами жизни. Называясь детьми Божьими, собираясь попасть в небо, мы живем по своим заповедям, по своим законам. А если сказать точнее, из того, что мы с вами читаем, то мы не обращаем на ту межу, которую провел Господь, внимание. Мы сами проводим свои линии. Вот сейчас хочу объяснить вам, что все возмущения Божьи против израильского народа направлены не на то, что они друг у друга только воруют кусок земли. Бог говорит о своих установлениях. То есть, что такое межа? Это отсюда и дотсюда. Это столько и вот столько. Вот это определение Божье. Даже когда мы с вами живем, вы должны понять это. Что откуда и докуда, сколько будет написано на могильном камне такой-то год рождения и такой-то год смерти, это межа, которую определяет Господь. Это не мы определяем с вами, почему нельзя наложить на себя руки, почему самоубийца не попадает в Царствие Божье, потому что Бог определяет межу. То есть, Бог определяет, откуда, докуда тебе жить. Бог решает этот вопрос. И ты не вправе этого решать. Да, ты можешь помолиться, если ты верующий человек, знаешь Бога. Ты можешь помолиться ему и сказать, что, Господи, молю тебя, добавь мне дней жизни. Ты можешь это просить у Бога. Причины могут быть разные. Семья, дети малые, все остальное. Ты можешь просить это у Бога. Но решать, продлевать тебе межу или определить межу вот столько, сколько Господь решил, это его право. Не твое и не мое. Хочу сказать тем, кто сидит там на правильном питании, кто думает, что может продлить себе жизнь, физкультурой и прочими вещами. Не заблуждайтесь. Бог определил межу. И называется она древняя межа. То есть, уже давным-давно Бог определил тебе, когда тебе родиться, когда тебе умереть. Ты можешь пить лекарства, ты можешь есть самую лучшую пищу, ты можешь заниматься спортом, ты можешь ехать в горы и делать все, что хочешь. Но твою жизнь межу от и до определяет только один Господь. Вот почему возмущает его, когда кто-то передвигает межу, когда кто-то пытается взять и сократить свою жизнь или решить вопрос, я больше не хочу жить, я решил, что я ухожу из этой жизни. Только Бог решает, когда ты уходишь. Мы знаем, что был царь, который царствовал, и Бог послал к нему своего пророка сказать ему, все, у тебя три дня, сдай свои дела, сдай свои полномочия, потому что через три дня ты умрешь. Он поворачивается к стене и начинает плакать. И говорит, Господи, вспомни мои добрые дела. И Бог услышал молитву его, возвращает пророка и говорит, пойди и скажи ему, что я продлеваю ему жизнь на 15 лет. На 15 лет. Не 13, не 10, не 25. Ни сколько ты себе захочешь, Бог говорит, я продлеваю тебе жизнь на 15 лет. Кто устанавливает эту межу? Это устанавливает Господь. И Он определяет, сколько тебе прожить. И умрешь ты больным или абсолютно здоровым, все равно решает Господь. Ты можешь быть накачанным, ты можешь быть культуристом, ты можешь быть удивительным спортсменом и умереть совершенно здоровым. Попав под машину, попав в авиакатастрофу, во что угодно, ты умрешь совершенно здоровым, не потому что ты был неосторожный, а потому что Бог определил тебе межу. Бог определяет для нас с вами это от и до. И что будет написано на твоем могильном камне? Родился такого числа, умер такого числа. Даже где ты будешь жить, определяет Господь. Где ты будешь переезжать, определяет Господь. Вот почему я хочу сказать сегодня многим, кто выехал в связи с войной, выехал из Украины, бежал, не спрашивал Бога, потому что страх, потому что нет этих отношений в Господе, нет этого мира, который мог бы быть, когда ты имеешь отношения с Богом. Бог говорит, когда будет весь мир рушиться, я держу тебя за правую руку. Однако, люди даже не вспомнили, что нужно довериться Богу. Они просто бежали в страхе и в ужасе, они бежали. Я не осуждаю вас, друзья. Ни в коем случае я не осуждаю вас. Я только хочу сказать, что есть установление Божие. То есть, вот есть эта межа, которую Бог контролирует, наблюдает за ней и говорит, что никто ее не может передвинуть, потому что это его право. Это он определяет твою жизнь. Это он определяет, где тебе жить, когда тебе ехать, где тебе зарабатывать. Помните эти удивительные слова, о которых говорит апостол? Он говорит, вы в своем высокомерии, надменности своей, говорите, я поеду туда, я буду там работать целый год, я заработаю себе то-то и то-то, я приеду и куплю. Он говорит, ты даже не знаешь, что с тобой будет завтра. Почему он так говорит? Опять-таки, вот из-за этой межи, межу определяет Господь, место положения, место, где ты будешь, определяет Господь. Наиминь собралась со своим мужем, со своими двумя сыновьями и переехала в Маав, когда в Израиле стало немного голодно. Они взяли вещи свои и переехали в Маав. Наиминь возвращается и говорит, я ушла с богатством, а вернулась ни с чем. Почему? Потому что она определила сама для себя, ее муж для себя сам определил, что они встают и уходят. Это народ Божий, это евреи, это те, кто вырос в Боге, они встают и уезжают сами. И она возвращается ни с чем. Мужа нет, два сына умерло, одна невестка ушла, одна невестка осталась. Они определяют сами это. Определив, увидели и результат всего этого. И дальше, когда Наиминь возвращается на свою землю, то есть в тот удел, который Бог определил ей, вот тогда она как бы отдает себя снова в руки Божьей. То есть она вернулась на израильскую землю, это значит, она вернулась к своему Богу. Она вернулась туда, откуда она начинала. Она вернулась повинной и говорит, Господи, вот я. И мы видим, что когда она переезжает опять в тот удел, который для нее определил Господь, в ту самую межу, определенную Богом, начинается рассвет Наимине. Начинается ее рассвет после всех тех тяжестей и трудностей, которые происходили с ней. Потому что она вернулась в лоно Божье. Она вернулась в то самое место, определенное Господом. Тех, кто бежал, тех, кто уехал, тех, кто находится где-то в Прымах, тех, кто находится в других местах, тех, кто мечтали об Америке и уехали в Америку, послушайте. Вы говорите Богу, ты никто для меня. Ты не решаешь мою жизнь, я ее определяю сам. Я определяю, где мне находиться и где мне быть. И хотя вы кричите и говорите там, слава Богу, что мы переехали туда, вы не спрашивали у Бога, когда вы переезжали. Вы не спрашивали у Бога, когда вы бежали. Вы не спрашивали у Бога, куда вам ехать. Вы решали это все сами. Кто-то даже бежал в плавь, кто-то даже незаконно пересекал границы, кто-то даже через Мексику бежал там и сидел в тюрьме потом долгое время и говорили, слава Богу, наконец-то все, мы уже в Америке. Остановитесь. Бог говорит, что это преступление перед Ним, когда мы сами определяем себе межу, когда Бог определенное им не может в твоей и моей жизни выполнить и исполнить по причине того, что мы сами решаем, где, когда и сколько. Бога это оскорбляет. Не обижает его, а оскорбляет его. Вот почему, обращаясь к Иудиным, князьям и вождям, Бог говорит, вы подобны передвигающим межи. То есть вы живете больше не по моим установлениям, не по моим древним установлениям, которые я определил не вчера, не позавчера, а давным-давно определил, и вы знали это. Дети Божьи, я говорю сегодня вам, потому что Бог это сказал мне. Бог давно определил для тебя жизнь, твое положение, где, в какой церкви ты должен находиться. Бог определил для тебя уже давным-давно, но ты не можешь встать, пойти хлопнуть дверью и сказать, я ухожу с этой церкви, у меня тут нет любви. Я уже об этом говорил. Ты передвигаешь сам свою межу. Ты не спрашиваешь у Бога его определения, а он определяет это. И хочет, чтобы мы считались и не передвигали без него то, что он определил. Это оказывается огромный грех и оскорбление для Бога. Межа – это не только твой огород, это не только твой сад, когда какой-то сосед у тебя взял и сдвинул свой забор, и ты увидел, что на 10 или 15 сантиметров передвинута территория, и она стала у тебя меньше. Это совсем другие вещи. Это намного больше и намного обширнее. Бог определил межу жене и сказал, «Жена да убоится мужа, вот твоя межа отсюда и дотсюда. Ты руководишь и занимаешься в доме вот от этого места до этого места, а дальше руководство в руках твоего мужа. И ты не можешь перейти и перенести межу и сказать, «Раньше ты этим заведовал, теперь я всем заведую». Женщины, вы не понимаете, что вы делаете, что Господа оскорбляет, когда вы сами решаете, откуда и докуда ваше руководство и управление. И когда вы относитесь небрежно к своим мужям, забирая их заведование в свои собственные руки, вы нарушаете Божью межу, потому что ее провел Господь. Эту линию, эту черту отсюда и дотсюда провел Господь для того, чтобы ты понимала, что тебе можно, а чего тебе нельзя. И сколько бы ты ни кричала, если бы я не взяла в руки, если бы я сама не стала делать, если бы с рушей, родная, с твоим мужем, Бог разберется сам. Это его межа. И для него он тоже наложил межу и будет с него спрашивать, почему отсюда и дотсюда Бог ему доверил, и что он сделал, чего не сделал, что выполнил, чего не выполнил. А ты не имеешь права передвигать межу на территорию твоего мужа. Ты не имеешь права командовать мужем. Ты не имеешь права ставить свои метки и передвигать свой собственный забор. Ты не можешь этого делать, потому что Господь говорит, что проклят всякий, кто определение Божье начинает изменять. Как бы ни были обстоятельства, как бы ни было в жизни, никто не имеет права взять и пойти развестись со своей женой или со своим мужем. потому что Бог определил, на небе записал, и это Его постановление и Его руководство. И ты не можешь сказать, я теперь больше с Ним не хочу быть, я хочу быть с другим. Ты не можешь этого сделать. Как и муж не может сказать своей жене, я с тобой больше не хочу, мне теперь нравится другая, ты не можешь этого сделать. Есть Божье определение. И Бог определил и провел эту межу. Межа – это огромный, огромный смысл. Дети не могут переступать межу по отношению к своим родителям. Никто не может передвинуть этой черты, если Бог сказал, почитай отца и мать, то ты не можешь передвинуть межу и сказать, а пусть она меня слушается, а пусть она делает, как я и скажу, а пусть она не лезет в мою жизнь и прочие вещи. Ты переступаешь межу, которую Бог провел. Не твоя мама, не твой отец, ее провел Бог. И Бог за этим наблюдает и говорит, я сокращу жизнь твою. То есть, отсюда и дотсюда было определено твоей жизни. Бог говорит, я возьму и передвину межу твоей жизни в меньшую сторону, и ты меньше проживешь. Это Божье определение, и только Он имеет право это делать. Он наблюдает и следит за тем, чтобы никто без Него не передвигал законы и постановления Его, чтобы никто никогда не определял, можно больше или можно меньше. Бог определяет, сколько можно. Это его законодательство и его решение. Хочу, чтобы вы себе поняли, что межа это огромный смысл и очень большое значение. И здесь касательно всего. Никто не может делать беззаконие, никто не может беззаконие назвать законным, потому что Бог определяет межу. У нас сейчас в Украине идет война. Россия напала на Украину, потому что хочет себе передвинуть межу, потому что хочет себе Донбасс, хочет себе Крым. Вошли в Крым и сказали, Крым наш. Уже давняя межа. Не сегодня и не вчера определена территория Украины, и эта территория записана во всех статутах, во всех уставах мировых, и никто не принял и не согласился с тем, что Россия передвинула межу и сказала, Крым наш. Это виноградник на Вуфея. И ты незаконно вошел в виноградник на Вуфея, и Бог говорит, ходишь теперь и радуешься, ты и ляжешь костьми в этом винограднике, говорит Господь, потому что это его решение было и определение кому какую землю давать. Никто не может в этой жизни определять без него это. Бог определяет. И когда вероломно сосед нападает и начинает отрезать у тебя жизни, начинает отрезать у тебя людей, детей, начинает отрезать у тебя целые семьи, землю, Грузия, Молдавия, Абхазия, Грозный, Украина, Белоруссия. Сколько вам еще нужно, чтобы вам стало уже наконец-то хватит? Россияне, сколько вам еще нужно оторвать у ваших соседей, награбить себе, сколько еще нужно? У вас огромные территории, никем не заселенные, не занятые, а вы продолжаете грабить своих соседей и называете это миротворчеством, обзываете их фашистами, неонацистами, для того, чтобы заладеть ихней землей, идете и грабите. Бог сказал, не смей передвигать межи, потому что ты будешь проклят, проклят всяких, кто передвигает межу. И когда были определены все территории, вы не можете отнимать территории, вам это нельзя делать, потому что есть закон, есть существующие законы, и они определяются Богом. И то, что ни одна страна не приняла сегодня, что Крым российский, говорит о том, что вы нарушили межу, и Бог будет с вами судиться, и суд уже идет, это беззаконие. И если вы сами для себя определяете, где ваша российская территория, то вы ошибаетесь. Бог за этим очень строго наблюдает. Возвращаясь к нашим духовным вопросам, я хочу вам сказать, что все, что определил в твоей жизни Господь, ты должен делать строго, как Он сказал. Все, что определяет для тебя Бог, ты должен делать, не нарушая Его межа. Ты должен спрашивать у Него, и если ты хочешь что-то поменять в своей жизни, если ты хочешь куда-то переехать, если ты хочешь куда-то выехать, тебе нужно спрашивать разрешение у Бога. Ты перейдешь туда, я покажу тебе твою землю, я разделю ее между вами и покажу тебе место, где ты будешь приносить мне жертвы. Это решает Господь. И Он решает, когда нам с вами быть уже на небе. И это Его межа, и это Его решение. А мы с вами можем освещаться, очищаться и ожидать в трепете, когда Господь наконец-то совершит свое величайшее чудо, что не все мы умрем, но все мы во мгновение ока изменимся и будем подняты на облака воскресения Господа. И мы ожидаем этого прекрасного часа. И я хочу вам всем сказать, и вы должны дальше решать вопрос именно с позиции того, послушны вы Богу или непослушны. И всякий раз, когда мы начинаем изменять, тогда мы виновны перед Господом. И я снова и снова вам хочу сказать, приведите вашу жизнь в порядок. Святой да святится еще больше. Если у тебя есть заведование в церкви, не смотри на чужое заведование. И если ты диакон, не надо смотреть на то, как тебе стать пастором, Бог определит для тебя. Если ты пастор, у тебя есть свое заведование и отвечает за это заведование отсюда и дотсюда. Если ты регент, у тебя есть свое заведование отсюда и досюда. И ты отчитаешься перед Богом за то заведование, которое Бог определил тебе, и ту межу, которую поставил. Если ты певец, пой. Если ты читаешь стихи, читай. Если ты проповедник, проповедуй. И Бог отвел для тебя это. И тебе не нужно смотреть на чужое место. Тебе не нужно смотреть на чужие дары. Тебе не нужно искать, кого бы подсидеть и где бы занять чужое. У тебя есть отведенное для тебя место и есть определенное для тебя Богом служение. Находись в этом служении. Делай там лучший сад. Делай там все самое лучшее, чтобы тебе после этого показать Богу и читаться, какие плоды ты принес на своем месте. И никакой случае не надо, чтобы ты на кого-то давил, кого-то унижал, чтобы ты у кого-то что-то отнимал, чтобы ты хотел больше, чем у кого-то, чтобы ты хотел чужую церковь, чужое здание, чтобы ты захотел отжать у кого-то какое-то служение. Остановись, не передвигай межи. Не передвигай, потому что ты пострадаешь. Проклят, кто передвигает межу Божию. Бог определяет, сколько быть пастором. Не собирайте подписи, не решайте вопросы без Бога. Не решайте вопросы потом, что вам оно нужно убрать этого, поставить со своего родства. Не решайте этого, потому что это решает Господь. Имейте это в виду, что все это называется Божьей межой. И за это Бог будет очень строго судить. Очень строго судить. Поэтому он и сказал проклят. Не просто сказал не делайте этого, сказал проклят. Всякий, кто будет передвигать его определение. Кто не будет считаться с его определением, тот оскорбляет имя Божие и оскорбляет его определение, его законное право решать где, когда и как. Это решает наш с вами Господь. Его решение, сколько детей, его решение, когда и где выйти замуж, жениться, его определение, без него ты не можешь делать ничего. И тебе нужно это понимать. И тебе нужно принять это, потому что это законно. Вот почему Господь строго к этому относится и так строго говорит, вожди удины стали подобны передвигающим межи. То есть они наплевали на мои законы, на мои определения. И они сами теперь принимают решения. Все мы с вами ходим под Богом и должны быть готовы предстать перед Ним и дать отчет. И если вы сами решали и определяли, боюсь, что это будет суд. Приведите свои дела в порядок. Восстановите межу, восстановите ваше заведование. Занимайтесь тем, что Бог вам поручил. И не нужно подвязаться в чужое дело, потому что Бог говорит, если незаконно подвязаешься, не увенчаешься. Венец не получишь. Подвязался незаконно. Работай строго в том месте, определенный Богом. Ровно столько, сколько определил тебе Господь. Ровно столько, чего Бог от тебя ожидает. Одному десять, другому пять, одному один. Это определяет Господь. И не нужно возмущаться, почему этому десять, а мне только один. Так определил Господь. И все это есть Божьи межи. Снова и снова говорю вам, дети, уважайте и почитайте ваших родителей. Родители, не раздражайте ваших детей, чтобы они не унывали. Так же самое все остальные должны понимать и уважать суверенитет Божий. Господь решает все. И те, кто соглашается с тем, что кто-то может у кого-то что-то отнять и оправдывает это, то вы будете точно так же беззаконниками, понесете точно такой же суд, потому что оправдываете нечестивого и обвиняете праведных. Будьте внимательны в этом. Никто не передвигай Божьи межи. И за все да будет слава ему во веки веков. Аминь. Прижмусь к Тебе поближе Прижмусь к Твоей груди Скажу Тебе, как нужен Ты мне мой Бог любви Я верю в Твое слово И верю в Твою власть Всем сердцем и душою Тебя буду прославлять Любить Тебя я буду Каждый день искать Тебя Все света до заката Солнца Буду ждать Тебя Не отпущу Тебя Моя рука в Твоей Пусть будет навсегда Благослови меня Хочу Твоей служанкой оставаться Любовь Твоя Любовь Твоя бессмертна И милость велика И сладость благодати Во мне течет река Ты нежностью своею Привлек меня к себе И добротой своею Открыл царство вечное Любить Тебя я буду Каждый день искать Тебя Все света до заката Солнца Буду ждать Тебя Не отпущу Тебя Моя рука в Твоей Пусть будет навсегда Благослови меня Хочу Твоей служанкой оставаться Не отпущу Тебя Моя рука в Твоей Моя рука в Твоей Пусть будет навсегда Благослови меня Хочу Твоей служанкой оставаться Моя рука в Твоей Продолжение следует...